виталий приветствую тебя наш традиционный эфир для вторника обсуждаем рынке ситуацию на них в преддверии очень важного события в эту пятницу данных по американскому рынку труда но он фарм перс это отчет который заставит полетать все финансовые инструменты поэтому прежде чем традиционно перейти к анализ рынка нужно помнить всем насколько важно соблюдать правила риск менеджмент это прям очень важно очень обязательно потому что этот отчет он он фарм перс он точно подсветит именно перспективы смягчения экономической политики те кто еще сомневаются что будет со ставкой и соответственно с долларом но смогут убедиться в том как этот фундамент насколько сильно влияет на общие глобальные рыночные настроения и на доллар сейчас после низкой ликвидной торговой сессии в понедельник из-за дня труда в сша активность на рынке начинает постепенно возрастать сегодня как раз у нас важные отчеты сша это индекс активности производственного сектора см потом в среду будет статистика и dp потом отчет по сфере услуга и в пятницу как бы на закрытии недели вот этот но он фарм перс в общем у нас виталий есть возможность как раз подсветить в свете предстоящих событий что все самое интересное только начинается и мы с тобой поэтому стараемся проводить анализ по большому количеству активов но опять же не лишу себя возможности спросить целом как ты оцениваешь перспективу доллара индекс американской валюты в связи с предстоящим нон фарма в связи с решением процентной ставки увидим ли мы новые минимумы либо вот эта коррекция которая началась конца прошлой недели она может затянуться как думаешь виталий итак всех приветствую но этот вопрос открытый скажем я для себя поставил потому что у нас началась коррекция и пока сигналов на окончании этой коррекции нету да то есть возможно она ближе сформируется что-то понятное вот я сегодня как раз буду графики показывать и тогда будет понятно я скажу дальше можно индекс доллара шортить или там покупать металла потому что сейчас все под вопросом я себя я себя поставил под вопросом еще в прошлую неделю в конце недели четверг четверг там пятница что там что-то не то даже пытался шортить металлы но как-то неудачно потому что вышел потом из шорта пропустил этот шорт такой достаточно неплохой по серебру там было и так далее поэтому сейчас у меня сегодня такая будет позиция вне рынка так скажем и ждать возможно на вот эти новости которые будут сегодня в среду они что-то сформируют и уже под нонфарм будет понятная картинка возможно я ближе к пятнице еще дополнительный вебинар запишу там для маркет с зальем на ютубе для себя и там будет более открыто и понятно выжидательная позиция кстати как говорил уоррен баффет иногда это самая лучшая стратегия на финансовом рынке просто ничего не делать так ну что давай тогда к демонстрации к начнем с меня с моих рекомендаций сделок так момент так индекс доллара у нас 101.60 коррекционная динамика развивается с конца прошлой недели в целом после развития очень мощного нисходящего тренда вероятность коррекции была очень высокой мы в итоге с ней столкнулись это очень хорошо то что в принципе инициатива перешла к покупателям потому что нужно было снять перепродность накопившись за последнее время и я думаю то что даже на еще одну попытку индекса доллара протестировать уже минимум там 100.40 и в итоге рвануть к отметке 100 нужно не только достаточное фундаментальное основание но и все-таки уверенность трейдеров в том числе технари в том что сейчас для этого есть очень хорошие условия поэтому я сторонник того что мы будем наблюдать его за локальная проторговка я допускаю даже что индекс доллара может вернуться в район 100 двух пунктов вот в ближайшие торговые сессии там сегодня завтра в четверг и перед пятницей уже рынок сначала замрет в ожидании именно в данных по нонформперлс я исключительно за плохой отчет я вообще не вижу предпосылок чтобы в целом статистика была хорошей особенно после пересмотра за первого квартала этих отчет по нонформперлс скорее всего то же самое и в втором квартале я прогнозирую плохой отчет еще один плохой отчет который упрочит шансы на более масштабное снижение ставки на 50 байс на пункт в сентябре поэтому думаю то что в пятницу мы можем увидеть возвращение на рынок продавцов которые уже попробуют этот раз с я думаю уже успешно отправить индекс доллара к сотке и может быть даже закрепиться ниже то есть в целом сохраняя свой медвежий прогноз ничего не изменилось и фундамент за последние торговые дни даже несмотря на выход неплохого отчета по ввп он меня не разубедил в этом так что касается золота текущей котировки скажем так золото консолидируется на отметке 2 500 если посмотреть на сантимент инвестиционных настроений то распределение 50 на 50 твоя вожидательная позиция она более чем понятно даже рынок говорит о том что он не знает золото пойдет дальше есть те кто верит в снижение есть те кто ставит на дальнейший рост но золото не может на таких смешанных настроениях демонстрировать какую-то однозначную тенденцию золото нужна помощь конкретной однозначной и трендовой динамики доллара и американских облигаций мы сейчас не видим ни в трижелях не соответственно не в долларе ничего скажем так однозначного в преддверии данных по non-farm поэтому то же самое что и по доллару я допускаю что золото будет ближайшие дни консолидироваться в районе 2 500 но в конечном счете потом покупатели перехватит инициативу и отправит золото на мой взгляд новым историческим максимумом и в этот раз мы можем увидеть и 2 550 и вероятно даже получше причем я буду придерживаться вот этого сценария роста золота в рамках всей этой недели и думаю то что во время нашего с тобой следующего эфира который состоит в следующий вторник будет уже возможность говорить о том что золото отработало еще один вот этот паттерн роста и развеси еще волны сходящего движения пришло к тем целям которые поставили но в текущих условиях я прям не могу заставить себя шортить этот металл потому что с точки зрения фундамента на мой взгляд это очень недальновидное решение и это решение может привести к убытку по парковому счету так что касается рынка нефти я здесь за дальнейший шорт даже несмотря на он связанный с снижением объема нефтедобычи в ливии который еще некоторое время назад стал причиной разговора о том что из-за ливии вообще на мировом рынке может образоваться дефицит предложение это не так не стоит даже об этом задуматься потому что на самом деле с производством все довольно таки неплохо и если можно сказать в кавычки возьмем слово неплохо потому что производство нефти продолжает расти за счет того что страна опять многие такие как пилера к россии и казахстан нарушают вот и обязательства к конечению добычи а последние новости вообще они тем с выходных о том что страна опек с октября увеличит добычу еще на 180 тысяч баррелей а по факту я думаю что перепроизводство будет еще больше и в этих условиях нужно уже говорить о том что предложение но будет расти и нефти станет много и все бы ничего но есть еще с другой стороны слава китай данные которые вышли скажем так который мы анализировали на азиатской сессии понедельника по производственному индексу указали на то что индекс производственной активности снова снижается он давно остается в зоне стагнации это доказывает то что эти проблемы со спросом будут все также актуальны и мы видим то что нефть уже протестировала на этой неделе с открытия новые локальные минимумы поэтому я ожидаю тестирование 75 долларов за баррель и движение ниже так ну и пару слов про евро 1 1060 я бы здесь рекомендовал подождать как раз в ближайшей торговой сессии до нон фарма в коррекции в районе отметки 1 10 и оттуда уже смело покупать с целью 1 12 и выше потому что ну как ни крути слабость доллара приведет к еще одной волне покупки валютного риска это также будет характерный для и британского валютного актива для австралийца для мазеландца так далее и по евро можно еще вот используется в качестве дополнительного фактор роста отбой с высокой долей вероятности от психологической планки 1 10 то что евро закрепится ниже уровня 1 10 это мало вероятно не аскал не отказывайся от своего тезиса что нужно уже привыкать потому что евро не будет дешевле уровень 1 10 питали слово тебе ну по поводу вот ты отметил по поводу данных ввп они вышли выше да то есть 2 и 8 ждали да да то есть и плюс инфляция она вот если сейчас я посмотрю секундочку я писал она там ниже вышла да как ожидание но некоторые параметры допустим да 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 они они получаются 26 как и было два месяца назад без изменений да но там допустим если брать в ряд данные по потребительским расходам в реальном выражении выросли на 0 4 процента а в июне на 0 3 процента да то есть такая фрс на это смотрит и как говорят большинство аналитиков ну не то что большинство некоторые что это возможно повлияет как ввп и вот эти данные по инфляции что ставку в сентябре понизить не на 0 5 на 0 25 процентов поэтому за счет этого немножко и просели и металлы и скажем и евро фунтус она поэтому так у меня демонстрация отключена все готово так поэтому это нужно иметь тоже как бы виду так по рынку и так ну что мы в прошлый раз говорили по индексу доллара вот здесь мы торговались ниже отметки назвал локальный уровень 108 что ждал еще снижение в принципе мы его получили но она получилась не таким большим это принципе как бы было достаточно вероятно ожидания небольшого движения потому что мы уже два месяца падаем и любой момент возможно начало коррекции как мы видим она и она началась но я не буду и индекс доллар анализировать давайте евро проанализируем у нас началась затяжная такая коррекция достаточно мощная несколько сут пунктов эта коррекция напоминает предыдущую коррекцию которая была там в во второй половине июля она может затянуться по времени и возможно покажет точки входа возможно нет вот здесь если технически смотреть она не показала то есть там косвенно показала по индикаторам но технически не показывала и на новостях мы здесь показали хороший такой рост поэтому здесь я в выждательной позиции если нарисуется окончание это этой коррекции то можно будет дальше покупать пока рискованно здесь даже можно там говорить о спекулятивных каких-то шортах ниже 100 и 8 до 1 1080 то есть это вчерашний локальный максимум вот пока мы ниже него даже можем немножко спекулятивно шортить но это если там при желании а дальше уже будем будем смотреть по другим активам принципе другие инструменты аналогично это касается поэтому их затрагивать не будем по нефти прошлый раз я говорил что я вне рынка но здесь такой треугольничек сильное накопление последний месяц образовалась мы с него должны выйти я в принципе тоже как бы придерживаюсь на текущий момент такого мнения как и ты что здесь мы где-то ближайшее время вывалимся вниз поэтому можно пробовать скажем здесь вариант 1 это или из текущих плюс минус шортить или или как вариант более надежно шортить на пробой вот этого локального поджатия вот этих минимумов вот если мы здесь снова вернемся здесь где-то пробовать шортить дальше интересный момент мне кажется от рисуется по натуральному газу здесь есть большое накопление на у нас прошла экспирация на позапрошлой неделе и здесь можно пробовать потихонечку покупать текущих потом добавляться где-то в районе 210 это по текущим котировкам потому что есть котировки спот рынка есть фьючерсов ну разные варианты поэтому я бы кто торгует данный инструмент его бы пробовал покупать у него есть мне кажется такой неплохой потенциал для для роста в на ближайшее время дальше что касается на металлов вот здесь картинка давай довольно такая сложная мне кажется что здесь можно попробовать даже спекулятивно вот как ты сказал что не советую шортить да может быть убыток но для этого есть можно там небольшим объемом скажем пробовать шортить но не с текущих потому что здесь большой достаточно условно стоп лосс если мы чуть-чуть подкорректируемся сегодня то ли там моменте или завтра плюс минус смотреть пробовать шортить и обязательно со стоп лоссом за вот этот максимум то есть это 25 условно 29 25 30 вот туда стоп потому что если мы пробиваем вот эту плиту здесь видим кто-то достаточно такой сверху не пускает золото как сверху так и снизу но золото может еще как вариант хотя здесь достаточно сильной поддержки более сильно просесть вот допустим даже сравнить серебром ну так чуть-чуть просела последние несколько дней здесь тоже под вопросами это как я рассматриваю как вариант как коррекция но кто торгует серебро нужно быть очень аккуратным можно получить снова такой сильный коррекционный тренд как был у нас в июле да то есть здесь вот я же говорю что сейчас рынок форекс евро там условно и металлы да это как коррекция стоит искать покупки но я бы не исключал такой вариант каких-то более сильных коррекций на которых можно заработать до спекулятивных и которые могут превратиться в так скажем такие достаточно сильные коррекции и поэтому это нужно брать во внимание для чего я говорю что тот кто покупает это все нужно быть готовым сильным сильному снижению это как вариант мы еще посмотрим дальше что касается рынка крипты здесь я так скажем мнение чуть поменял пока на ближайшее время потому что я вот последний месяц вот здесь мы откупали биткоин условно и он показывал неплохой рост я ждал такого мощного сильного роста но его сильно скинули и у меня такое ощущение что мы еще по биткоину будем падать там там ближайшее там время поэтому пока мы ниже условно 60 тысяч я за спекулятивные шарты по биткоину возможно мы будем где-то обновлять вот эти минимумы которые у нас были в августе поэтому вот пока так вижу спекулятивно шарты то есть по этому инструменту за покупки они конечно возможно но пока вот так я вижу этот рынок ну и дальше фондовый рынок в двух словах прошлый раз я там дал рекомендации покупки там японского индекса китайского индекса американского индекса мы чуть-чуть подрастаем не прям нету такого сильного мощного роста здесь тоже я бы так был осторожен сегодня потому что у нас тоже образовался как сильный уровень поддержки так и сильный уровень сопротивления пока мы его не можем пробить это может говорить о том что как вариант вот эти ребята которые здесь откупали они здесь разгружаются и индекс пойдет как вариант на такую хорошую коррекцию принципе это видно и по валютам по металлам возможно это будет синхронно все снижение там под нон фарма там до конца недели поэтому по данному индексу кто ранее покупал по моим советам я бы был аккуратен или фиксировался или держал руку на пульсе если у нас сегодня будет реакция на вот этот максимум то есть мы сегодня начнем сливать хорошо то здесь дальше я бы искал точки входа на шорт все такое у меня пока на мнение по рынку скажем неоднозначные инструментом виталий спасибо тебе за рекомендации ну что ждем тогда прояснимую ситуацию я уверен что он он фарм нам в этом помогут мы с тобой будем держать руку на пульсе и следующий вторник уже после нон фармов когда изменится настроение и ожидание рынка по снижению ключевой процент ставки может быть действительно многие поверят то что ее могут снизить на 50 басистым понтов но это мы с тобой все обсудим потому что будет возможности это условия для этого большое тебе спасибо за эфир за твои рекомендации хорошей тебе торговой недели тебе и нашим подписчикам всем тем кто следит за нашим совместным контентом и до скорой встречи встречи пока удачи всем спасибо за просмотр! Продолжение следует...